В Следственном комитете Российской Федерации создано специализированное управление по расследованию преступлений международного характера против мирных граждан, совершенных на территории Украины. Это управление будет действовать до тех пор, пока все украинские военные и лица, совершающие преступления против мирных граждан, не будут привлечены к уголовной ответственности. К работе спецуправления будут привлекаться все следственные подразделения Следственного комитета России, на территории которых прибывают беженцы из Украины. В рамках этого уголовного дела о незаконных методах введения войны на территориях Донецкой и Луганской народных республик уже проводится ряд следственных действий, направленных на, во-первых, установление конкретных военнослужащих, членов воинских формирований, Национальной гвардии Украины и правого сектора, летчиков, артиллеристов, снайперов, которые отдавали и выполняли приказы об авиаударах, артобстрелах и уничтожении мирных граждан и населенных пунктов на юго-востоке Украины. Кроме того, Следственный комитет России намерен получить из независимых источников данные с космических спутников различных стран, на которых зафиксирован характер разрушений, их количество, а также места дислокации украинских военных формирований. Это позволит, во-первых, следствию составить объективную картину происходящего на юго-востоке Украины. К делу также приопрещено большое количество фото и видеоматериалов, которые доказывают массовое совершение преступления против мирных граждан. Уже допрошен ряд российских граждан, в том числе, среди которых журналисты, освобожденные из плена, а также украинские беженцы, которые попросили убежища в России, так как вынуждены покидать свои дома из-за преследования со стороны фашистующей украинской военщины. По данным Миграционной службы России, с каждым днем поток беженцев с Украины увеличивается. На данный момент в России принято ходатайство о признании беженцами и заявление о предоставлении убежища почти от 4 тысяч человек, среди которых, кстати, более 500 детей. Все они будут допрошены в рамках этого уголовного дела. При наличии оснований они также будут признаны потерпевшими. Всем потерпевшим будет оказана полноценная квалифицированная юридическая помощь и разъяснено право подачи обращений в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. Теперь, что касается лиц, причастных к преступлениям против мирного населения. Следственный комитет намерен привлечь к уголовной ответственности всех, без исключения должностных лиц, военных, как непосредственно принимающих участие в карательных операциях, так и лиц, отдающих приказы и финансирующих убийства мирных граждан. В связи с этим, Следственный комитет России намерен дать правовую оценку действиям Арсена Авакова, Игоря Коломойского и других. И еще, Следственный комитет призывает всех, в том числе и сознательных граждан Украины, оказать содействие в установлении конкретных исполнителей убийств мирных граждан Юго-Востока Украины. А это военных, летчиков, снайперов, командиров артиллерийских расчетов, ну и других лиц, непосредственно совершавших и совершающих эти преступления. И пусть не сомневаются так называемые герои Украины, что их так называемые подвиги рано или поздно получат достойную оценку, которую дадут не их сегодняшние хозяева, отдающие преступные приказы, а российские и международные судебные органы. Субтитры создавал DimaTorzok